Прошел уже примерно месяц с того момента, как я отправился на поиск Слендера. Тогда я думал, что это лишь герой какой-то выдуманной истории, но, к сожалению, я оказался неправ. Уже дважды я встретился лицом к лицу со Слендером, но убить его у меня так и не получилось. Я перерыл сотни газет, в которых рассказывалось про это существо, с целью найти хоть какие-то сведения касательно того, как же с ним бороться. И я нашел некоторые зацепки. Огонь. Только огонь способен нанести ему хоть какой-то вред. Теперь мне стало ясно, как можно обезвредить это существо и нанести ему неожиданный удар. Именно поэтому сегодня я в очередной раз отправляюсь на поиск Слендера. Я надеюсь, что вы уже поставили лайк под этим роликом. Потому что если вы до сих пор этого не сделали, то сегодня ночью к вам придет Слендер. И вас уже никто не спасет. Всем привет, друзья. С вами я, Гост. И сегодня мы вновь отправимся на поиск Слендера. Всю эту неделю я собирал новые сведения касательно Слендера. Перерыл кучу газет и смог наконец-таки узнать, как же мне совладать с этим существом. Оказалось, что Слендер очень боится огня. И именно поэтому сегодня, друзья, я взял аж 25 коктейлей молотова. И, быть может, сегодня, ребят, мы с вами наконец-таки сможем поразить это чудовище. Наши сегодняшние поиски мы будем проводить в одном страшном лесу. Пожалуй, это один из самых страшных лесов в Лос-Антосе. И многие говорят, что здесь происходят какие-то необъяснимые вещи. Именно поэтому, друзья, я думаю, что Слендер мог направиться в это место. Ну и, конечно же, если вдруг Слендера мы здесь не обнаружим, то у меня есть еще одно место дислокации. Куда бы я хотел отправиться, чтобы поискать Слендера. Очень удивительно, но здесь до сих пор живут люди. Посмотрите на них, друзья. То есть многие решили не покидать это место и остаться здесь. Скажем так, это очень храбро, но место, ребятки, это просто очень-очень заброшенное. Вы посмотрите, они живут как будто первобытные люди. Ладно, давайте, короче, будем потихонечку уходить. Отсюда нам нужно проезжать дальше, потому что вот эта часть нас вообще с вами не интересует. Мы едем именно к той части, где имеются некоторые заброшенные объекты, которые как раз-таки и вызывают какие-то там паранормальные воздействия на людей. И эти объекты мы с вами сейчас должны будем проверить. Лес все сильнее сгущается, ребятки, и мне становится очень жутко. Кстати, вон я вижу следующую деревушку. Интересно, она жила или нет? Вроде как. Так, ну-ка давайте-ка выйдем, ребятки, посмотрим. Может быть, здесь кто-то еще живет. Но ворота тут точно не работают, друзья. Посмотрите, то есть они просто закрыты. Поэтому придется, если что, сейчас вот так вот перелазить. Ну и давайте будем идти смотреть, что же у нас тут, друзья, есть. Потому что вполне вероятно, что здесь еще кто-то живет. И, ух, ё-моё, ребята, посмотрите, тут все сломано. Вообще очень жестко поломано. Если мы найдем здесь людей, ребят, то сможем как раз-таки... Офигеть! Ребят, тут кровь. Причем... Ох, ё-моё! Ух, это что за хрень? Капец! Это, это, блин, Слендер сделал? Так, ребята, вот это уже... О, блин, не хочу на это смотреть. Это уже, ребятки, полная жесть. По всей видимости, Слендер был здесь недавно. И... Ё-моё! Ладно, ребятки, давайте, короче, будем потихонечку осматриваться и сваливать с этого места. Потому что оно, я не знаю, оно просто какое-то невероятно жесткое. Тут нету людей, я пока что никого не могу обнаружить. Поэтому давайте, ребятки, возвращаться к нашей тачке и будем уезжать отсюда. Мы никаких больше доказательств касательно Слендера здесь с вами не найдем. Пока что только вот этот вот труп с пробитой башкой. Хотя, в принципе, тут может орудовать какой-то маньяк, который как раз-таки всем этим и занимается. Но поскольку, ребятки, сегодня мы с вами ищем Слендера, то... Пока что все подозрения падают именно на него. Не знаю, это происходит как-то само собой. То есть я как-то себя походу накручиваю. Но все-таки ладно. Так, тут еще одна небольшая деревушка. Так, давайте выйдем, посмотрим. Может быть, здесь тоже, ребятки, кто-то есть. Окей, давайте, ребят, проверим. Может быть, реально кого-то мы здесь с вами и найдем. Так, вроде как лавка какая-то торговая заброшенная. Так, ладно, я понял. И что у нас здесь? А здесь у нас с вами какая-то пристань. Твою мать. Ребята, вы посмотрите на это. Охренеть. Я просто в шоке. Тут какие-то куски мяса везде плавают. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давайте, короче... Нет, возьмем сразу коктейль Молотова. Потому что, хрен его знает, если у нас набежит Слендер, то мы должны будем кинуть в него этот коктейль Молотова, чтобы он загорелся. Главное, ребятки, успеть и реально вовремя среагировать. Потому что, если они успеют, ребят, среагировать и кинуть коктейль Молотова, то Слендер, опять же, нас с вами погрузит в это странное состояние, похожее на потерю памяти и, я не знаю, какое-то отключение головы. Ну, в общем-то, когда он меня, в общем, в прошлый раз, как сказать, взял под свой контроль, я после этого вообще ничего не помнил. У меня очень долго болела голова. Так что, друзья, лучше нам с вами, конечно же, не попадаться под его воздействие. Так, что тут у нас такое? Ух, ё-моё, поцарапал машину. Ну, ладно. Какая-то дорожка. Куда, интересно, она ведёт? Так, ну, давайте проедем, посмотрим. Вроде как тут что-то как-то пустовато. Так, ну, я пока что никого не вижу. Так. Вроде как... Да, вроде как пусто. Ладно, давайте проезжать. Посмотрим. Может быть, здесь кто-то ещё и живёт. Ну, хотя нет, место заброшено. Это какой-то парк... Да, это парк аттракционов, друзья. Интересно, интересно. Так. Ну, ладно, давайте посмотрим. Может быть, мы с вами здесь что-то найдём. Сейчас надо ещё искать записки Слендера. Вы, думаю, помните, что он оставил мне две записки в прошлый раз, которые я прочёл. И, ребята, честно говоря, после этого я был в шоке. Я никогда не думал, что Слендер умеет общаться. Так. А что это там такое? Вон, я что-то вижу на полу. Давайте-ка посмотрим, что у нас тут. Ух ты. Записочка. Угу. Очень странная записка, друзья. Ладно, возьмём. Ох, ё-моё. Как же он меня пугает всё-таки, друзья. По-моему, Слендер реально следит за нами. И всячески пытается нас напугать. И напугать очень сильно. То есть, все эти записки. Странные появления. Непонятные вот эти вот ощущения страха. Они, ребятки, меня... Я понимаю, что это всё какое-то, знаете, веяние Слендера. Но всё-таки мне как-то страшно, ребят. Ладно, давайте, короче, проходить. Посмотрим, что у нас тут ещё может быть. Вот. Мне кажется, что тут ещё что-то может такое находиться. Интересненькое. Какая-нибудь, может быть, ещё записочка. Которую нам нужно поднять. Так. Ну, нет. Тут вроде ничего нету. Ладно, давайте возвращаться обратно. Так. А вон, кстати, у колеса-то мы не были. Так. Ну-ка, давайте-ка подбежим. Посмотрим. А, вон записка, ребятки. Ну-ка, давайте посмотрим. Так. Интересно. Ой, ребят, я уже потерял связь касательно этих записок. Чё-то как-то... Блин, они меня просто пугают. Ладно. Давайте, короче, сваливать из этого места, друзья. Вроде как Слендера здесь я не обнаружил. Поэтому я думаю, что стоит сейчас выбираться из этого места. Так. Блин. Там как-то тяжело будет проехать. Поэтому... Хотя даже не тяжело. Давайте, наверное, будем выезжать как-нибудь здесь. Проедем по новому маршруту. Там надо всё-таки тоже всё проверить. Так. Вот так вот аккуратненько надо сейчас выехать. Так. Вот. Вроде как всё хорошо. Так. И вот тут вот спускаемся. Так. Я, по сути, тут не должен утонуть. Так. Оп. Нет. Не утонул. Отлично. Так, ребятки, выезжаем. Мы, короче, направляемся дальше. Сейчас нужно выехать на дорогу и проехать немножко в другое место для поиска Слендера. Сегодня какой-то чересчур спокойный вечер. Потому что я не вижу практически ни одной тачки. Вы посмотрите. Главная дорога, реально, ребят, полностью свободная. Ну да ладно. Вон, кстати, кто-то стоит, ребят. Посмотрите. Ух ты, это полицейский. Ой, блин. Я подумал, что это Слендер и уже успел испугаться. Ладно, хорошо, что это полицейский, потому что, если что, можно будет обратиться к нему за помощью. Во всяком случае, я надеюсь, что он еще никуда не уедет. Когда я, собственно, закончу свою операцию. Если вдруг тут будет реально Слендер, я надеюсь, что этот человек услышит мои крики и поможет мне в случае чего. Ладно, ребят, давайте заезжать уже в то место, по которому я говорил. Это вот этот вот туннельчик, ребятки, небольшой, который приведет нас в старую деревушку. В этом месте раньше жили бездомные люди, но по какой-то причине они очень быстро покинули это место. И больше они здесь не живут. В общем-то, ребят, давайте, наверное, будем уже выходить из тачки, потому что я не вижу смысла заезжать в самую глубь. Оставим ее где-нибудь здесь. И, в общем-то, будем проходить, ребят, вовнутрь. Посмотрим, что мы там с вами сможем найти. Будем, давайте, нет, возьмем лучше фонарик, друзья, чтобы, если что, можно было осветить себе какую-то дорогу. Хотя, в принципе, уже вроде как не очень так темно. Вроде уже даже маленько так светает. Да и тут, кстати, даже фонари работают. Нифига себе. Ну, ладно, давайте, короче, смотреть в оба, потому что как-то здесь, ребятки, очень жутковато. Тут дохренища мусора, друзья. Прям реально очень много. И проверить тут реально стоит каждое место. Причем там, вон, есть даже какой-то домик. Хм, ладно, интересно. Давайте пробегать дальше, друзья. Посмотрим, что у нас тут еще такого есть. Вроде как, вон, туда же войти можно. Окей. Это что там? Это человек, ребят, посмотрите. Дружище. Серьезно, живой человек? Не-не-не, братан, братан, братан. Я не буду тебя трогать. Не волнуйся, не волнуйся. Можешь спокойно сидеть кушать. Я не буду тебя тревожить. Просто давай я вот так сейчас посмотрю, что тут вообще есть такое. Потому что мне очень интересно. Посмотри, как он быстро пошел. Хм. Прям аж побежал. Нифига себе. Серьезно? Ну, ладно, ребят. Вроде как, вот это меня маленько успокаивает. Потому что если тут есть люди, то, вероятнее всего, слендера тут нету. Так, тут есть какая-то даже аптечка. Ну, ребята, реально, тут дофигеча всяких объектов. Давайте сейчас быстренько вот так вот пробежим. Посмотрим, что еще тут такого интересного есть. Так, везде эти палатки для бездомных. Ну, ладно. Так, давайте-ка возьмем, кстати... А где Молотов? Ребята, я, походу, Молотов в машине остял. Так, черт, ребята, побежали обратно к тачке. Вот как, блин, я мог касать Молотов в такой нужный... Момент! Блин, это слендер, ребята! Черт! А, сразу же башка заболела. Так, ребята, срочно валим отсюда! Какого... Он за мной бежит, ребята. Все, походу, мне капец. Так, куда, куда, куда валить? Куда валить? Так, надо спрятаться. Надо где-то спрятаться срочно от него. Блин, он за мной реально валит. Так, ребята, 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 блин, надо срочно куда-то заныкаться. Так, я не знаю, ребята, правда, не знаю. Так, он может за дом спрятаться. Так, вот давайте вот здесь. Так, хотя нет. Бежим нахер. Бежим, ребята, отсюда, бежим. Так. А, блин, он за мной валит. Блин, 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 блин. Он быстрее приближается. Ребята, всё. Походу, я не знаю, я не знаю. Так, ну, вроде можно ещё убежать. Так, быстрее. Давай, 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 давай. Причём я там, кстати, тачки даже не видел. Так, ребята, вот. Можно спрятаться здесь. Всё, ребят. Короче, давайте здесь реально заныкаемся и будем стоять. Просто стоять. Так. Я надеюсь, он не придёт к нам. Надеюсь, он просто нас не увидит и пройдёт мимо. Так, ребята, ждём. Ой, он тут. О, блин О, ребят Походу, всё-таки Опять Слендер смог это сделать Чёрт Ребята, я не знаю, правда Как так могло получиться? Как я мог оставить эти странные коктейли Молотова в тачке? Ребят, я не знаю Какого фига? Что? Вы слышали это? Ребята, вы это слышали? Это был Слендер, по всей видимости Ребята, меня это очень сильно пугает Давайте, короче, сваливать отсюда Я не знаю, что мы будем делать Во всяком случае, друзья, надеюсь, что вы поставили лайк Если вы хотите продолжения, давайте наберём под этим роликом 30 тысяч лайков, как минимум Тогда я, ребятки, сниму следующую часть Поиска Слендера Пока что он нас обыграл, поэтому, друзья Я не буду опускать руки вниз И думаю, что если вам понравится этот ролик То я сниму продолжение Кстати, нашей машины здесь уже нету Ладно, придётся просить помощи у полицейского Если что, сваливать из этого места С вами был я, Жека Гост Не забывайте подписываться на ролики Ставить лайки, писать комменты И также не забывайте давляться в группу ВКонтакте Добавлять видео в избранное Ну что ж, всем спасибо за просмотр До скорых встреч